Фух, ребята, понедельник. Смотрите, какой у нас урожай. Огромная тачка с тыквами. Тут разные тыквы. И съедобные, и несъедобные. Вовремя я видео начала снимать, там кто-то косит траву. Но это не все. Это я привезла только одну часть, там еще будет столько, а то и больше. Не знаю, куда их девать, потому что вот эти такие декоративные. Я вообще хотела положить их на это, на крыльце. Ну, как обычно, декор осенний сделать. Но Бруно все же погрызет, я думаю, может здесь как-то украсить. Я тут несколько дней назад вырезала стык, не пойми чего. Но они уже так подвяли, хотя я делала так, как говорили, там маслом их смазывала и то и все, но все равно вянут. Те просто разложу, я не буду их вырезать. Там мне просто поэкспериментировать хотелось. Все, убираю, все. Там поубирала, подмела, траву покосила, убрала цветы с подоконников. Кстати, я на подоконнике сейчас тыквы положу. Вон они стоят, буду заносить домой, потому что ночью мороз был, ну как мороз, было холодно, и листья на тыквах, они повяли. А говорят, что когда листья повяли, значит было холодно, был мороз, и можно смело уже все срывать. Там, конечно, много есть вот таких молоденьких, которые не успели поспеть, но ничего страшного. Гляньте, какая огромная тыква. Ой, а, еще ж я этот пытаюсь сорвать. Короче, решила полностью эту стену почистить, потому что, честно, я замучилась. Надо пойти мне в сарай, найти, там есть такая палка у меня длинная, и попытаться той палкой поснимать, потому что я тянула максимально, как могла, ветки, но они настолько плотно крепятся к стене, что, видите, они пообрывались и не поснимались. Короче, решила эту стену полностью почистить, потому что там вообще уже дурдом на крыше столько много. Орехов собрала, пол ведра. Мне надо взять пакеты и убрать листья с орехов, потому что их надо в биомусор собирать. Нельзя их сжечь и нельзя просто так выкидывать туда, в эту яму. А вот это все я собираю туда, на задний подвырок выношу. Фу, что-то я это, замучилась, запыхалась. На улице солнышко греет хорошо, но прохладненько. Тачку собрала. Тут у меня и груши, и кукуруза. Фу, что-то я так устала. Да, тыквы, конечно, много уродила. Повыставляла вот так вот я на подоконнике. Еще там хочу поставить, но там более такой покатистый. Покатистый, покатый. Какой покатистый подоконник, поэтому там ровненько стоять не будет. Здесь поставила тоже. Короче, инсталляция называется горбузный рай. Рай горбузов. Ну, а куда мне их девать? Пусть стоят. Просто я с той стороны на крыльце поставлю, это буквально на 10 минут. Бруно все пораскидает, поразгрызает, и так буду ему давать по одной тыкве, и пусть грызет. Нет, вот это, конечно, тыква, мы ее кушать будем. Это вкусная тыква, я уже ее запекала. Фу, я не могу. Мне жарко, душно. Пить хочу. И теряю вообще дар речи. В общем, запекала я эту тыкву, она очень-очень вкусная. Я ее пекла с яблоком, с орехами, с чесночком, с разными приправами, с базиликом, там всякие сушеные эти а-ля итальянские травы. Короче, с удовольствием поели. А еще я видела, там девушка делает мармелад из тыквы. Захотелось тоже попробовать. Еще десерт какой-то видела, ну, в виде такого, желе из тыквы. И цукаты из тыквы. Хочется попробовать, но посмотрим, что оно будет. Буду делать или не буду, пока еще не знаю. Надо идти домой, что-то мне уже как-то дурно, что-то неохота работать. Такая машина ржавая, ужас. Всем доброе октябрьское утро, ребята. Правда, сегодня уже второе октября, а не первое. Вышли мы с Брунчиком на утреннюю прогулку, идем, а тут как раз все едут в школу, детки идут в школу, и я со своим сыночком иду на прогулку. Одела куртку свою, которую покупала в хаосе, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень даже комфортно. Я ее одела на футболку, мне тепло, хорошо, здесь затянула, чтобы мне не задувало в уши. Короче, иду, конечно, выгляжу так себе не очень, но мне нравится. Зато мне тепло, комфортно, я иду и наслаждаюсь. Такая вся серая, в серых штанах, в серой куртке, серая бананка. Идем с Брунчиком гуляем. Сделаем небольшой кружок. В принципе, уже все свои дела сделал. Но мы пойдем, пройдемся так вокруг и домой. Пить кофе, заниматься делами. Вчера генеральную уборку делала дома. Сегодня там еще кое-что хочу доделать по уборке. Надо кушать, будет что-то приготовить. В общем, дел, как всегда, дома, вагон и маленькая тележка. Яблоки надо перебирать дальше. Ну, в смысле, не перебирать, а что-то из них делать. Перерабатывать. Я там из одних яблок немножко надавила сока, но я делаю маленькими партиями, соковыжималки. Потому что у меня не профессиональная соковыжималка, а самая обычная, примитивная. И последнее время у меня произошло очень много поломок быть техники. И я, честно говоря, настолько переживаю, чтобы ничего не сломалось. Поэтому я соковыжималкой пользуюсь и делаю маленькие партии сока. Не все сразу, как говорится. Боюсь, чтобы она, не дай бог, у меня там не сгорела или еще что-нибудь с ней не произошло. Щеки красные такие. Ну, на улице холодно, он же морозик. У меня сразу раз и лицо краснеет. Так вот, мясорубка у меня поломалась, ту, которую нам Дамьян дарил на свадьбу. Не знаю, что с ней. Я надеюсь, что там всего лишь нужно будет эту шестеренку поменять, где найти сервисный центр. Я тоже не знаю. И вообще, честно говоря, я столкнулась с тем, что в Польше, да и вообще во всей Европе очень тяжело по поводу ремонта бытовой техники. Ну, по крайней мере, у нас нигде я здесь не видела, чтобы ремонтировали. Скорее всего, это какие-то большие города надо искать. И то не факт. И я так понимаю, что многие ремонтируют сами. А именно, заказывают на Аллегро, на других сайтах различные детали, там эти все шестеренки, муфты и все остальное вбивают название, да, техники, модель, номер. И сами все это меняют. Но для меня, честно говоря, это немножко дико, потому что, ну, блин, я не знаю, как там это все менять, как туда подлезть. Опять же, это нужны специальные там ключики, все эти приспособления, отверточки, чем открутить. Ну, такое, знаете, я не очень как бы приветствую, когда вот это занимаешься самоделкой. Одно дело, когда я в этом хоть немножко понимаю, другое дело, я боюсь, что я раскручу, полезу, а в оконцовке назад не смогу не собрать, либо соберу все, как попало. Но все-таки это быть техникой, все-таки это связано с электричеством. Ну, то есть, это такое, знаете, сама себе мастер. Ну, так это что-то. Так вот, поломалась мясорубка, потом, через время, беру погружной блендер, вот именно погружной идет эта ножка такая металлическая, он у меня не работает. Я все, я расстроилась, я думала, что полностью блендер не работает. Но, слава Богу, когда я ставлю сам блендер на чашу, либо на этот венчик, то все работает. Скорее всего, там вот эта крестовинка уже, ну, короче, как сказать, подстерлась, которая вставляется, да, вот, скорее всего, что с ней проблема, надо ее менять, потому что у меня получается вот этот именно погружной блендер, он не работает. А я им очень часто пользуюсь, как выяснилось в процессе. Вот так техника иногда стоит и кажется, да, я не так часто пользуюсь, а когда она поломанная, то ты понимаешь, что ты пользуешься практически постоянно этой техникой. Ну, и позавчера я начинаю делать пастилу, а чтобы сделать пастилу из яблок, там очень долгий процесс, я сначала яблоки почистила, натерла на терке, потом они у меня тушились в кастрюле, потом я вырезала пергамент по размеру вот этих вот, скажите, чего, ну, по размеру сушки, да, по размеру этих разносов для сушки, вот, все обработала, все выложила, все поставила, включая сушку, она у меня не работает, ребята, я думала, все, у меня истерика начнется, ну, потом через время я включаю, она начала работать, не знаю, с чем это было связано, почему она выключилась, но я ее включила, она начала работать, и буквально там через минуту, через две выключилась, сама выключилась, вот, ну, слава богу, работает, а то я уже распереживалась, думаю, блин, еще и сушка сломалась, короче, какой-то трэш происходит у нас дома, все, как говорится, летит в тым-тарарым, я теперь, когда мы здесь проходим, я всегда вспоминаю, как мы с Бруно здесь фоткаемся, прыгаем, бегаем, а потом туда доходим до конца этой дороги, там, где уже лес тот заканчивается, и выбегает Симбернарих, а теперь, когда мы здесь идем, ну, мы, кстати, очень редко здесь ходим, это второй раз, по-моему, после того случая, мы идем опять по этой дороге, так вот, когда мы первый раз шли, после того случая, я Бруно на поводок, думаю, не той бог, он от меня куда-нибудь убежит, но сейчас поля, как видите, все пособирали, все просматривается, ну, кое-где еще кукурузу не пособирали, так что, хотя бы будет видно, если вдруг выбежит откуда-то собака, как вспомню, аж сдрогну, интересно, там вот симбернарихи есть щенята или нет, просто я, честно говоря, не знаю, на что надеяться, возможно, даже Бруно и папой стал, потому что уж очень он так себя активненько вел, ой, так что, не знаю, не знаю, может, увидим скоро лабрадорчиков, хихихи, прошлась буквально чуть-чуть, и чувствую, как у меня закладывает прям горло, нос, не из-за того, что я там заболела или еще что-то, нет, просто сейчас начался отопительный сезон, все топят, и вот этот смрад, он стоит в воздухе, и ты дышишь, и прям хочется все это отхаркнуть, я иду, ищу у себя салфетку, я не взяла вообще, у меня ни салфеток, ничего нет, только пакетики для Брунчика какашек и телефон, все, больше ничего я не взяла, и ключи от почтового ящика смотрела, нет ли там писем у нас, короче, надо прийти попить амола, потому что прям чувствую, что аж как заложила, прям хочется все это выплюнуть, а мне, кстати, видео, где я рассказывала про амол, ну, это видео год назад еще я опубликовала, там столько комментариев понаписали, дурацких, вот честно, люди вообще не понимают, что, о чем я говорю, типа, что я бред говорю о том, что отопительный сезон, причем тут то, что ты печь топишь, причем тут уголь, да при том, что летит эта сажа, мы ее даже не видим, она везде в воздухе, и мы это вдыхаем, мы дышим, те, кто живут в селах, те, кто топят углем, они прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что, элементарно, ты идешь умываться, вот так вот в нос залазишь, а у тебя прям черное все вот здесь, о чем я говорю, потому что мы это все вдыхаем, и оно все оседает в легкие, ну, сначала на слизистую, а потом уже непосредственно в легкие, короче, понаписали мне там комментарии, засрали меня некоторые по полной программе, некоторые комментарии я сама поудаляла, потому что, ну, там, реально оскорбление, прям, некоторые комментарии я ютуб поблокировала, то есть, это даже не я их блокировала, а ютуб поблокировала, но я, честно, в шоке была вообще от людей, что настолько глупые люди, настолько не внимательно смотрят видео, типа, Америку она открыла, за амол рассказала, да я 300 раз в этом видео сказала, что в Польше амолом пользуются уже долгий период времени, что еще Милош, когда был маленький, их бабушка лечила амолом, короче, вот иногда, честно, я не понимаю, для кого я распинаюсь, кому я рассказываю, что-то капает, ребята, что-то капает, дождь, дождь начинается, обидно бывает, обидно, стараешься, стараешься, рассказываешь, распинаешься, люди вот так тебя чмырят, по полной программе, кстати, то ли я иду, и у меня так тепло стало в куртке, ну, плюс, как бы, движение, да, и я разогрелась, то ли на улице становится теплее, ну, дождик такой мелкий начинает моросить, ой, мне вообще не хочется, чтобы сегодня был дождь, хотя, с другой стороны, я, в принципе, планирую сегодня дома заниматься делами, шишки лежат, нам шишки нужны, Брун, боже, довольный, как слон, вчера, ребята, зашла в тикток, а там, естественно, самые горячие новости, там чуть ли не через одно видео рассказывают про девушку, не помню, как ее зовут, Арина или Алина, ну, не суть, важно, вернее, даже не зовут, а звали, к сожалению, потому что эта девушка, она упала в метро, естественно, как бы от падения, у нее куча переломов, естественно, она умерла, пугает, конечно, эта история, нелепая смерть, я бы так сказала, многие там почему-то так все это сопоставляют, что судьбой ей было предназначено, и вроде как были подсказки, а она все равно вот полетела в Грузию, по-моему, это в Грузии произошло, в общем, в общем, кому интересно, те найдут и почитают более детальную информацию, я сильно там не зацикливалась на этой истории, зная, что она гражданинка России, что она собралась вроде как там к подруге, по-моему, в Грузию, поехала в аэропорт, потом уже когда там регистрация началась, она поняла, что у нее нет загранпаспорта при себе, позвонила маме, мама ей быстренько привезла паспорт, естественно, она опоздала на свой рейс, полетела уже на другом самолете, ну и в оконцовке вечером, когда они гуляли с друзьями, то они шли, снимали видео, и песня такая была, что тоже непонятно, прям все как-то так магически зачаровано, там песня была последний раз, последний раз, и она вроде как под эту песню и упала в метро, ну я честно ничего в этом не вижу, какого-то там магического, необычного, как по мне, эта девушка какая-то рассеянная, ну забыть паспорт, как бы очень странно, когда ты собираешься куда-то лететь, тем более так понимаю, что это запланированная была поездка, очень странно, что ты забываешь паспорт, ну ладно, у каждого как бы свои, как говорится, тараканы в голове, но меня наводит на мысль, что эта девушка рассеянная, это во-первых, во-вторых, когда они шли компанией, я так понимаю, что ее подруга была, возможно, еще кто-то там шел, потому что было сказано компанией, то есть она не отдашла, они снимали видео, она абсолютно не смотрела по сторонам, она шла, наверное, так крутилась, вертелась, и вообще не смотрела, куда она идет, скорее всего, она шла, как вперед лицом, так и спиной, и тем самым, произошла это такая, очень печальная для нее ситуация, что она упала. Конечно же, я не понимаю, почему там вот эта стена, возвышенность, это как правильно сказать, ограждение, которое должно, во-первых, защищать эту лестницу, которая спускается, спускаться по которой в метро, плюс, как бы, она должна быть достаточно высокая, чтобы человек не мог там, ну, как-то переклониться, я, честно говоря, вообще не знаю, почему там очень низкое это ограждение при входе в метро, что человек может спокойно вот так идти, спотыкнуться и упасть, ну, очень странно, очень странно. Вот. Но то, что эта девушка была невнимательной, это есть факт. И то, что ее друзья даже не видели, что там метро, и как бы, ну, честно говоря, все так как-то... В общем, очень глупая, нелепая смерть. Но я не верю в то, что это какая-то магия, и прям судьба подсказывала, а она все равно, и эта песня, и что все так повязано. Я в это не верю. В жизни столько нелепых смертей бывают, как люди вообще просто веселятся, гуляют, там, делает глоток напитка, либо какую-то еду, и просто-напросто начинает задыхаться, просто поперхнулся человек, и прям на ровном месте задыхается и умирает. Вот это, где нелепая смерть, вообще просто ужас. здесь как бы все так сложилось. В общем, весь тикток пестрит этой новостью. Кому интересно, то зайдете, поищите, почитайте. Ну, так вот и бывает. Человек ехал, хотел погулять, с подругой отдохнуть в оконцовке из-за своей невнимательности просто вот так вот упала в метро. Конечно, вообще капец. Так что всегда нужно быть внимательными, потому что упасть можно и на ровном месте, спотыкнуться, упасть и переломать себе что-то. Девушки, к сожалению, уже нет. Родители, естественно, в шоке. друзья в шоке. Ну, как они могли снимать видео и видеть, что она идет и падает и как бы не схватить ее. Я, честно говоря, это не понимаю. Потому что для многих, знаете, телефон вот втыкнули в телефон, идут, снимают и вообще абсолютно все равно, что происходит в округе. И я очень часто заметила, что когда снимают видео на телефон, то не оставляют телефон, не выключают, не останавливают записи, а продолжают снимать и смотреть, как человек там падает, спотыкается, как что-то происходит, какие-то ситуации нелепые. то есть важно только заснять контент, а жизни других людей не важны. Для меня очень странно, почему ее друзья, которые находились в этот момент с ней, никак не отреагировали. Ну, короче, бред какой-то, полный бред. В общем, мы уже практически дошли обратно. Тут как раз поубирали кукурузу, нам будет удобно идти, а то вечером мы там по бурьянам идем, колючки собираем. Ой, хорошо погуляли. Всем хорошего дня, хорошего настроения, будьте внимательны, бдительны и следите за людьми, которые рядом с вами. Телефон это не самое важное в жизни. Съемку можно и остановить, а жизнь одна единственная, нужно ее беречь. Все. Всех люблю, целую, папа-бузячки и до новых встреч на моем канале. Па!